Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах и, внимание, гороскоп на сегодня. У оптимистов всё будет плохо, но они этого не заметят. А у пессимистов будет всё хорошо, но им, конечно же, что-то не понравится. Как интересно. Ты сразу же начала вот эту историю нашу. Посмотрим, что о ней можно будет рассказать и поговорить о чём с нашими следующими гостями. Сегодня у нас в гостях мастодонт юмора, редактор Межсвузовского фестиваля КВН Гарик Пекшев, редактор Межсвузовского фестиваля КВН Александр Сотников и директор Лиги КВН Уральского федерального университета Андрей Сидоров. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Это всё мы. Вы к кому себя относите? Пессимисты или оптимисты? Ну, я точно знаю, что Андрей относится к директору. Да. И мы оптимистично на это смотрим. Очень. Как-то так. Так, Андрей, а что скажете вы? Мне всё нравится. То есть вы всё-таки оптимист. Стакан наполовину полон, да? Это замечательно. Значит, история о том, что комики самые грустные люди, неправда? Нет. Такой короткий оттуда. В целом понятно. Да нет. Смотря когда. И смотря какие. И смотря где. Есть очень грустные комики. Но они сегодня не здесь. Это прекрасно. Это замечательно. Мы очень весёлые. Давайте поговорим как раз тогда о природе юмора. Есть ли шутка, на которой смеются вообще все? Такая универсальная. Мне кажется, ад зависит от подающего человека. То есть кто будет её подавать. То есть она существует. Просто она из уст в устал уходит. Но когда на улице идёт человек, упал, подсклюнулся, всегда смешно. Такой вот директор. Но грешно. Но Чарли Чаплин построил на этом карьеру. Да, действительно. Может быть, есть какая-то формула, согласно которой будет всегда удачная шутка? Это как в алхимии золото. Нету. Нету. Ну, она всегда... Ну, каждый смеётся над своим. Вот кто-то над Чарли Чаплином, кто-то над более современным юмором. Она всегда меняется. У неё есть схема, у шутки есть схема. Да, да, да. А наполнение поделиться. Ну, то есть у шутки есть начало. То есть, да, это какая-то вот типа заезд. И у шутки есть панч. Да, это концовка шутки, да, от которой тебе становится смешно. Вот и вся форма. А какой наполнение, ты говоришь, да? Шутки есть начало и конец. Запомнили, записали, всё тебе. Ну, и про то, что где смешно и когда не смешно, очень часто... Мы в основном работаем со студентами, они к нам приезжают, говорят, почему вот мы у вас показывали, это было не смешно. Приехали в Омск, там просто разрыв зала, овации. В Омске вузов просто нет. Ну, оно бывает в одной аудитории смешно, а в другой не смешно. Так мы плавно подошли к тому, есть ли уральский юмор. Существует. Есть ли такое понятие вообще? Уральский юмор? Да. Конечно же, да. Конечно. И в чём он появляется? Ну, он основывается на цветах, потому что, наверное, где-то там, где гладиолус, да? Что-то вот откуда-то оттуда. Что-то странное, что-то наше, что мы любим не классическое, а немножко против шерсти мы всегда делаем. И это отличает уральские команды, допустим, КВН или уральских ребят, которые занимаются стендапом. Это всё немножко по-своему, под своим углом. Не по учебнику, скажем так. Можно ли сказать, что уральский юмор более провокационный и острый, чем все остальные? Можно сказать, но не на телевидении. Хорошо. Многие говорят, что эра командного юмора закончилась, и все, кто переключились на индивидуальный, на стендап, так ли это? Да вы что, Гарик. Да, был перекос, как только появился стендап. Все, конечно же, туда побежали. Но, как и все, всё новое становится немножко приевшимся. И снова все те, кто убежали туда, плавненько распределились по всем направлениям юмористических жанров. Как и импровизация тоже командная появилась, так и команды КВН существуют. Сейчас ещё новые проекты, все мы о них знаем, на больших каналах. Также с Масляковыми и продакшеном тоже дали огромный толчок в сторону именно командного юмора. Но и индивидуально я бы тоже... Я занимаюсь всем и тем, и тем, потому что надо заниматься... Гарик и стендапер, и участник высшей лиги КВН. Да, поэтому надо заниматься всеми видами юмора. Никакие не отрицать. Если вдруг кто-то захотел создать команду студенческую КВН, что для этого нужно сделать? Какой алгоритм действий? Очень сложно на это ответить, и я постараюсь ответить. Просто нужно кому-то написать и сказать, я хочу играть в КВН. И вас уже двое, да. Потом уже кто-то подскажет, к кому нужно обратиться, чтобы где-то выступить. И зачастую мы, как организация, ходим в разные вузы. Почти во всех вузах нашего города побывали. Сейчас мы проводим в Оргэу, в интересном университете, прямо напротив цирка, который закрыл всё. То есть стараемся обойти все вузы и везде играем в КВН. Как ты классные факты ещё любишь вкинуть. Нет, ну директ, ну сразу это видно, директ. Рядом с цирком, который закрылся. Да, да. Как команду создать? Ну там цирк закрылся. Достаточно быть студентом, со своими друзьями просто прийти и написать нужную группу. Это сейчас очень несложно, все умеют пользоваться соцсетями. И вот ты уже стоишь, мы такие, типа, что смешно, что не смешно, вот на сцену идти. Вот, но здесь пропущен этап между тем, как ребята создали команду. То есть их, допустим, двое. Ладно, 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 Глебля, расскажу. В общем, нужен коммуникативный парень или девушка, который объединит вокруг себя людей, которые могут А. записывать, Б. придумывать и Г. показывать. Мы сейчас попробуем это сделать? Конечно же, да. Конечно же, да. Есть команда. С чего нам начать? С чего начать? Название, название команду. Название. Тань, предлагай. Такир, допустим. Таня и Кирилл. Такир. Такир. Очень, не будем на этом прям сильно заворачиваться. С каламбура. Да нет, ну это можно сказать, что это уже успех. Ну, здесь можно даже, возможно, улучшить. Кирта. Кирта? Такир лучше? Это уже звучит как шутка. Да, такир. Звучит как будто... Да, мы думали название, придумали такир, но Кирта звучит... Слушай, я Кирту расчесал, знаешь, ну типа вот так звучит. Хорошо, есть название. Так, дальше. Нужно определить, кто у вас главный. Здесь очевидно. Несите караван. Нельзя говорить иначе. Так, отлично. Далее. Вам нужно будет понять, какой хронометраж будет ваше выступление. Максимально короткий. Нам бы шутку хотя бы придумали. Просто выходите и говорите название своей команды. Этого, в принципе, как будто бы достаточно. Пробуем. Раз, два, три. Наша команда. Такир. Ты это в название выбрала. Тебе не понравилось? Великолепно. Конфликт. Это тоже уже хорошо. На конфликте очень много строится. Топливо для юмора. У вас очень много шуток. Вы разнополые. Это тоже мужчины и женщины. Они отличаются. Сразу же какие-то... Гендерное превосходство, например, нашей мужской команды. Да, ладно, значит. Ну, в нашем случае, прическа, как минимум, отличается. Да, в общем... Давайте самый главный вопрос. Вы, получается, хотите придумать шутку? Да. Вы хотите придумать шутку? Да. Скажите шутку. Шутка? Скажите шутка? Шутка. Все, гениально. Придумано. Прекрасно. Спасибо огромное, ребята, что рассказали и поделились своими какими-то лайфхаками. У нас в гостях были редакторы Межвузовского фестиваля КВН Гарик Пекшев и Александр Сотников, а также директор Лиги КВН Уральского федерального университета Андрей Сидоров. Спасибо огромное.